Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению Star Stable Online. Посмотрим, какое задание к нам приехало на Юрвик, какую одежду завезли в глобальный магазин, каково же будет продолжение сюжетной линии, ну а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайся поудобнее, или же седвай своих коней, и... поехали! Может, почитаешь газетку? К нам на Юрвик переехала девушка Иммэн Хайкантул и ее верная лошадка Сахара. Теперь они будут жить постоянно в Ярлхеме, и твоя задача помочь ей стать редактором газеты Юрвика. Чтобы это сделать, нужно будет помочь ей с подготовлением первым номером, ну а также его распространением. Вначале выслушаешь все, что она попросит тебя сделать, потом пойдешь собирать интересные истории и рассказы от очень известных персонажей Юрвика. Ну а потом тебе нужно будет стать редактором и отобрать самые интересные истории, которые и будут публиковаться в первом номере. Так что, чтобы начать это увлекательное задание, нужно открыть Ярлхем, ну и также иметь статус Старайдера. В глобальный магазин завезли новое снаряжение. Это четыре комплекта, в которые включают в себя два бантика, бинты, нагавки, вальтрап, а также недоуздок. Какие же все-таки цвета данных комплектов? Черный, белый, небесно-голубой и медовый. Мне очень понравились оттенки, они действительно очень чистенькие, аккуратненькие. Нет ощущения, что они слегка испачкались. Так что, если тебе что-то из этого понравилось или тебе не хватало недоуздков, то, пожалуйста, прибегай в глобальный магазинчик и покупай. Седла и уздечки в комплекты не входят. Ну а для персонажей завезли такую же одежду. Она состоит из ботиночек, перчаток, жилетов, брюк, ну а также шлемов. Очень интересное сочетание, необычное, к примеру, шлем. Он светлый, но полосочка как раз идет в цвет комплекта. Шлем с черной полоской, с медовой полоской, с белоснежной полосочкой и с небесно-голубой полоской. Брюки, по-моему... Да, брюки отличаются только гольфиками. Посмотрите, вот такое вот интересное дизайнерское решение, но оно мне нравится. Кстати, вот эти, наверное, я, может быть, и куплю. Уж более симпатично смотрятся. Давайте посмотрим жилеты. Небесно-голубой, белоснежный, медовый и черненький. Но, кстати, черненький мне тоже очень сильно нравится. А вот с перчатками, видимо, случилась некая проблема, и они всего лишь одни единые на все четыре комплекта. Коричневого цвета, без пальчиков. Напоминаю, что вся эта одежда имеет максимальные характеристики. То бишь, обувь имеет скачка и управление 4. Перчатка, скачка и управление 4. Уход единичка. Ну и самые высокие характеристики у кофточек. Скачка 8, управление 4, прыжки 1. То же самое и со шлемом. Скачка 4, уход 3, управление 5. Так что, если хотите стать максимально шустрыми, то не забывайте как раз кормить свою лошадку. И, может быть, купить новый комплект к себе в конюшню. Продолжение основной сюжетной линии не заставило себя ждать и появилось в текущем обновлении. Нам с Лизой и Линдой необходимо позаботиться о маленьком расточке. Но теперь есть уточнение. За ним нужно ухаживать раз в неделю в течение следующих трех недель. И после этого ты сможешь увидеть, как из него вырастает деревца. Чтобы начать задание, нужно отправиться на забытые поля, а также иметь стадус Старайдер и пройти все основные сюжетные задания. Ну а на следующей неделе к нам на остров приедет еще один неизвестный новый житель Юрвика, который поможет побыстрее прокачать наших с вами лошадок, благодаря еще двум новым скачкам по кангуру. Интересно, где же они появятся? Ну а на этом обновление подошло к концу и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»!